Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчонки, пора начинать готовиться к Новому году. И у меня для вас есть вот такое вот замечательное предложение. Мы с вами разыграем вот такой совершенно потрясающий набор инструментов. Но как мы его разыграем, где мы его разыграем, вы узнаете сегодня в ролике, только чуть-чуть попозже, когда мы непосредственно перейдем к маникюру. Сейчас же мы с вами выполняем коррекцию. Выполняем коррекцию, как обычно, по стандартной схеме. И пока выполняем коррекцию, давайте поговорим о такой страшной услуге, как маникюр. Ну, для меня это всегда было самое нелюбимое. Все знают, по-моему, все зрители моего канала, все прекрасно знают, что я терпеть ненавижу маникюр. Вообще все вот эти колупания в кутикуле, обрезания, все вот это вот безобразие. Вообще фу-фу-фу. Это 40 минут работы, за которую не платят. Просто вот это для меня маникюр. Но, тем не менее, под гнетом зрителей канала, когда мне все пишут, что вот у вас плохой маникюр, у вас все плохо, все плохо с маникюром, а как же кутикула, а где обрезанная кутикула, почему так плохо обрезанная кутикула. Короче, под действием всех этих вот манипуляций, давления на меня, ну, правда, знаете, я человек выдержанный. Вы на меня давили сколько лет каналу? Каналу, наверное, лет пять. Вы на меня давили пять лет, и только через пять лет я решила, что все-таки маникюр надо что-то с этим делать. Поэтому, знаете ли, моей нервной системе надо памятник где-нибудь поставить, потому что нервная система у меня очень крепкая. Но, тем не менее, прошло пять лет. Я за эти пять лет, конечно, то там пыталась что-то поправить, то там пыталась что-то поправить. Ну, короче, я маникюром так, пыталась где-то что-то с ним сделать, но ничего толком у меня не получалось, поэтому я периодически забивала. Но ко мне начала ходить девочка-мастер, это мастер-подолок, и вот ее я решила таки дрюкнуть по поводу того, чтобы она меня научила маникюру. И мы с ней тет-а-тет, где я плевалась, матюкалась, кричала, что я так делать не буду, мне не нравится, я не хочу, это долго, это нудно. Ну, короче, спасибо большое моей Тамаре, она все-таки меня научила делать маникюр. Конечно же, все равно я кое-что под себя перестроила, я, конечно же, все равно сделала как-то немножечко побыстрее, попроще и полегче, но, тем не менее, маникюрные манипуляции в моем исполнении мне уже начали даже нравиться и даже приносить удовольствие. Так вот, что же у нас происходит? У нас происходит обрезание кутикулы. На самом деле оказалось, что все намного проще, чем я думала. Надо было просто поработать фрезой в другую сторону, не в ту сторону, в которую я работала, потому что почему-то в эту сторону кожа заглаживается, а если работать в другую сторону, то почему-то кожа вычищается. Ну, это так вот, если в общих чертах, то это как раз-таки вот общий смысл маникюра. Короче, поработали, купили классный инструмент, который очень острый, который офигенно классно режет, и мне подошла форма вот этих вот загнутых ножничек. Эти ножнички от грузди в тул. Это как раз от тех мальчиков, от которых мы разыграем набор инструмента. И, как я вам говорила, как мы его разыграем, я вам сейчас как раз-таки и расскажу. Розыгрыш инструмента у нас будет в Инстаграме, потому что мальчикам нужно немножечко повысить активность в Инстаграме. Поэтому в Инстаграме нужно будет подписаться на меня, подписаться на мальчиков. И к Новому году, я думаю, числа 29-го, мы разыграем как раз-таки набор инструментов. То есть с сегодняшнего дня до 29-го числа можно будет подписаться в Инстаграме на меня, подписаться на грузди в тул. Артикулы на ножнички я постараюсь прикрепить в описаниях, потому что инструмент реально классный, мне очень понравился. Я его сама заказала на Валберес. Мне безумно нравится этот инструмент. И 29-го числа мы объявим победителя, к которому уедет вот та замечательная коробочка, которую мы вначале рассматривали. Ну, а мне же тем временем больше не стыдно без обработки, без ретуши, без каких-либо вылизываний показывать свои фотографии где бы то ни было. Реально, больше вообще ничего прятать не нужно, кутикулу замыливать не нужно, хотя я в этом уже большой специалист. Как замылить кутикулу, это вот я знаю лучше всех, как сделать так, чтобы не было видно, что там недообрезано. И как зарисовать кутикулу, я тоже знаю. Тем не менее, теперь могу, кто в Инстаграме видел теперь фотографии в сторис только без обработки, вживую, даже мусоринки не убираю, чтобы было видно, что это живые фотографии. Поэтому, девочки, все, что вам нужно, если у вас такие же проблемы с маникюром, как у меня, это вам нужно хороший режущий инструмент, реально классный, чтобы он был остренький, чтобы он был наточенный, чтобы вам подходила форма ножничек. Кстати, я заказала вот такие ножнички с изогнутым краем. У меня есть еще ножнички, которые просто ровненькие, но они очень тоненькие, мне тоже безумно понравились. Вот. И что вам нужно, это просто поработать немножечко с аппаратом. То есть попробуйте поработать в другую сторону. Если я до этого работала справа налево, то сейчас я вычищаю слева направо. Опять же, если вы вернетесь и пересмотрите, то там все это прекрасно видно. И, кстати, форму фрезы мне тоже Тамара посоветовала. Мне тоже очень нравится, как она выглядит и как она себя ведет в работе. Ну, а мы тем временем рисуем какой-то никакой дизайн ногтей. То есть у нас сегодня здесь все очень просто, очень быстро и легко. Опять же, в инстаграме был прямой эфир на этот дизайн. В марафоне мы там рисовали вот такую вот штучку. Рисуется не замороченно, очень легко и замечательно. При этом выглядит потрясающе здорово. В описании к ролику здесь оставлю артикулы на Валберисе, наверное, ссылочку на магазин, чтобы вам было легко найти. Ну, что-нибудь оставлю, чтобы вам было легче найти. Вот именно те, потому что многие будут спрашивать, конечно же, где взять вот конкретно вот эти вот ножнички, которые были в ролике. Я все это оставлю в описании. В любом случае, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Мы с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!